5, 4, 3, 2, 1, поехали! Всем привет! Вы смотрите программу Детская служба новостей. Впереди вас ждут интересные сюжеты, красочные репортажи и множество необычных фактов. Команда юных корреспондентов трудилась, чтобы ближайшие 10 минут вы провели с пользой. Не переключайтесь! Взрослые говорят, что идеального ничего не бывает. Нет идеальных людей, нет идеальной работы. А что, если бы у нас была возможность иметь идеальную планету? Какой бы она была? С летающими машинами, роботами. А может, с шоколадными деревьями и мармеладным дождем? Давайте пофантазируем! Идеальное место проживания у каждого свое. Кто-то мечтает, чтобы во дворе росли шоколадные деревья, а кто-то хочет, чтобы в небе летали бирюзовые фламинго. Идеальная планета. Какая она? Мы решили не ограничивать наших юных тележурналистов и узнать, на какой планете они мечтают жить. Ответы получились весьма неожиданные, но очень интересные. Уверена, вам уже не терпится узнать желания подрастающего поколения. Всем привет! С вами Викси. Мне 10 лет. Я считаю, что на идеальной планете должны жить люди. На моей идеальной планете люди, в отличие от землян, будут летать. Представляете, я иду со школы и думаю, почему же люди не летают? Вот я бы так залетела, ну, на какой-нибудь свой седьмой этаж, переоделась, поела, руки помыла. Вот было бы здорово. И представляете, на идеальной планете люди могут летать куда они захотят. Хоть на море, хоть на Марс. На идеальной планете люди бы жили 500 лет. Всем их будет по 5 детей. Чтобы им было весело, чтобы они все дружили между собой и путешествовали по разным местам планеты. А еще животные на этой планете будут летать так же, как летают люди. Всем привет, меня зовут Никита, мне 9 лет. Я считаю, что идеальная планета, на которой есть люди и роботы. Роботы будут помогать людям. Роботы-кошки будут помогать людям и защищать их. От кого защищать? От воров. Они будут кусать и царапать чужих. А роботы-птички будут летать. Люди будут давать птицам деньги, и они будут летать в магазин, потом приносить им еду. Вот такая чудесная планета. Всем хорошего настроения. Меня зовут Лиза, мне 7 лет. На моей планете будут жить феи. Феи будут размером, как люди, и они будут летать. У них будут красивые белые крылья, а волосы у них будут радужные. Феи будут красивыми и добрыми. Они будут исполнять желания людей. Чтобы фея исполнила твое желание, надо весь день хорошо себя вести. Поэтому на моей идеальной планете все дети себя хорошо ведут. Дети заказывают у феи игрушки, и поэтому у них много игрушек. А еще дети заказывают сладости. Конфеты, шоколадки, киндеры. Всем привет. Меня зовут Настя, мне 13 лет. И сегодня я расскажу про мою идеальную планету. Я представляю ее себе такой. На ней будут жить множество енотов. Они будут населять всю планету. Кроме них, никого на этой планете жить не будет. Туда будут путешествовать туристы. Они будут гладить енотов, кормить их, просто играть с ними. Как с ручными белками. А вывозить их с планеты нельзя, потому что они находятся под охраной. Еноты на этой планете будут говорящими. Одним из развлечений людей будет поговорить с енотом. Я бы тоже просто так о чем-нибудь с ним поболтала. Здравствуйте, дорогие телезрители. Меня зовут Виола, мне 9 лет. На моей идеальной планете будут расти цветы, и они будут шоколадными. На моей планете будут шоколадные фонтаны из белого шоколада. На деревьях будут расти зефирки. И будет град из разноцветных леденцов, а снег из зефирок. Вот мы и узнали, кто настоящая сладкоежка среди юных тележурналистов. Фонтаны из белого шоколада, зефирный снег. Да это же настоящее счастье. И не только для детей. В общем, видение ребят во многом совпадает с мнением взрослых людей. Ведь все мы без исключения мечтаем жить на экологически чистой планете, где живут счастливые люди, где нет войн, но и разговаривают еноты. Лично мне эта опция показалась очень даже забавной. На идеальной планете. На сегодня это все. Вы смотрели программу «Детская служба новостей». Спасибо, что были с нами. Желаем вам хорошей погоды, веселых прогулок с друзьями, отличных оценок и не забывайте помогать мамам по дому. Пока-пока. Увидимся на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok